Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео речь пойдет о индикаторе уровня звука на лампах накаливания 220 вольт. Принципиальная схема индикатора звука состоит из трех частей, таких как микрофонный усилитель, блок питания и регулировка, линейный индикатор с каскадами усиления мощности. Данное устройство работает таким образом, что сигнал с микрофона после усиления и сглаживания преобразуется в напряжение с уровнем пропорциональном амплитуде сигнала. Это напряжение подается на ряд компараторов, каждый из которых управляет семистром. Основным узлом регулятора является генератор пилообразного сигнала с синхронным сетевым напряжением. С его помощью вырабатывается команда на включение семистра, и при наличии сигнала с компаратора происходит подача питания на лампу столба. Далее переходим к изготовлению противопомехового дросселя. Для этого нам понадобится эмалированная медная проволока диаметром 1 мм, длиной примерно 1350 мм, и троедальный сердечник из порошкового железа с наружным диаметром 30 мм и внутренним 20 мм. На троедальный сердечник нужно намотать 38 витков медной проволоки. При помощи такого дросселя мы сможем подключать нагрузку мощностью до 1000 Вт. Далее приступим к установке радиодеталей на печатной плате управления. Далее приступим к установке радиодеталей на печатной плате управления. После установки всех радиодеталей нужно произвести настройку печатной платы управления. С помощью цифрового мультиметра на пределе измерения 20 вольт подстраиваем переменный резистор AJ1 так, чтобы напряжение, измеренное на конденсаторе C3, составляло примерно 2,9 вольта. Далее, с помощью переменного резистора AJ2 необходимо выставить максимальный уровень срабатывания верхних ламп таким образом, чтобы они показывали свое освещение при максимальном уровне звука. Для создания 3D-визуализации чертежей корпуса индикатора звука применялась программа Compass 3D. Корпус устройства состоит из 8 деталей, для их изготовления использовалось 3-мм прозрачное органическое стекло. Все файлы чертежей были сконвертированы в формат DXF и переданы компании, занимающейся раскроем листового пластика. В отверстие печатной платы управления вставляем латунные стоки M3 длиной 6 мм, фиксируя их гайками. После печатной платы управления нижнюю панель корпуса скрепляем между собой винтами M3. Далее подготавливаем провода для дальнейшего соединения ламп накаливания с платы управления. Перед пайкой нужно снять всю лишнюю изоляцию и залудить провода. Для установки ламп накаливания будем использовать обычный патрон с сокрем европейского стандарта E27 из термостойкого белого пластика. Перед монтажом патронов для ламп накаливания на внутреннее ребро корпуса нужно снять верхнюю защитную крышку. В сквозные отверстия патронов для ламп накаливания вставляем винты M3 и скрепляем их гайками с задней стороны детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На внутреннее ребро устанавливаем среднюю и верхнюю панель корпуса. С торцевых сторон детали в прямоугольное отверстие вставляются гайки, после чего детали стягиваются друг с другом винтами M3. Продолжение следует... Далее на среднее ребро монтируем одну из боковых панелей. Продолжение следует... В сквозные прямоугольные пазы на боковой панели вставляем сборку из печатной платы управления и нижней детали корпуса, после чего устанавливаем вторую боковую панель. Продолжение следует... Через отверстие на внутреннем ребре корпуса монтируем провода в пружинные контакты патронов для ламп накаливания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Провода от каждого отдельного уровня индикатора звука вставляем в клеммевые отверстия на печатной плате управления, фиксируя их винтами. Продолжение следует... 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 Разъем питания соединяем проводами с клавишным переключателем и устанавливаем в отверстия на задней панели корпуса. После переходим к фиксации задней панели. Далее монтируем и скрепляем переднюю панель с остальными деталями корпуса. До потенциометра насаживаем декоративные ручки с внутренним диаметром оси 6 мм. Далее вкручиваем в патроны цветные лампы накаливания мощностью 25 Вт. При суммарной мощности нагрузки нужно учесть выбор плавкого предохранителя F1. Затем следует повернуть движки потенциометра в P1 и P2 вправо до упора. После подключения питания должны зажечься несколько ламп, особенно если окружающий шум значительный. Если яркость ламп уменьшается при медленном вращении ручки потенциометра P1, то регулятор функционирует нормально. Далее остается отрегулировать чувствительность микрофона при помощи потенциометра P2. После монтажа корпуса переходим к демонстрации работы индикатора. В зависимости от звука, улавливаемого микрофоном, должно наблюдаться колебание светящегося столба. Продолжение следует... Продолжение следует... Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик. Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео. До новых встреч! До новых встреч! achu 2